На необорудованных и непредназначных для купания пляжах, как правило, стоят вот такие вот таблички, но внимания на них мало кто обращает. В жаркие летние дни у водоемов всегда много людей. Именно такие места стихийного купания находятся под пристальным наблюдением спасателей. Ежедневно они патрулируют леса и водные объекты. В первую очередь это производится в целях профилактики недопущения несчастных случаев. Спасатели проводят с гражданами беседы, инструктажи, объясняют, почему в данных местах купаться нельзя, нежелательно, объясняют про все опасности. А опасностей в таких местах немало. Не исследованное дно, сильные течения или посторонние предметы в воде. Вот такие вот необорудованные пирсы, вышки – самое травмоопасное место, по словам спасателей, при отдыхе на воде. Зачастую причиной несчастных случаев является сам человек. Спасатели предупреждают, категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок всегда должен быть в поле зрения родителей, даже если он играет на берегу. Головные уборы в жару обязательны. Как правило, беда на воде случается внезапно. Если повезет, и спасательные службы будут рядом, они окажут первую помощь. Смотрим, когда мы делаем вдохи, смотрим, чтобы грудная клетка приподнималась. То есть, если грудная клетка не поднялась, значит, мы не освободили дыхательные пути. Либо там есть какое-то народное тело, либо мы просто мало запрокинули голову. При этом необходимо отличать так называемое сухое утопление, когда в легких нет воды, делится Константин Анисимов. Спасатель со стажем не раз участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и вытаскивал людей из воды. Он уверен, первые минуты при спасении – самые главные. В первую очередь, это самовыдержка, контроль, умение правильно и рационально оценить ситуацию, обстановку. Это общение с людьми, потому что это очень важное – общение с пострадавшими. Кроме этого, необходимо постоянно повышать профессиональные навыки и физическую подготовку. Но лучше каждому из нас самим беречь свою жизнь и соблюдать правила безопасности. Более подробно о работе спасательных служб вы узнаете в нашем специальном репортаже. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...